В этом видео я расскажу, как на языке Аберон разрабатывать программы для микроконтроллеров семейства ARM Cortex-M. Для примера у меня есть плата STM32F4 Discovery, которая оснащена микроконтроллером STM32F407WGT6. Этот микроконтроллер имеет ядро Cortex-M4F. F означает, что он поддерживает аппарат на вычисление чисел с плавающей точкой. А само ядро Cortex-M4 имеет архитектуру ARMv7EM. Для микроконтроллеров с такой архитектурой существует компилятор для языка Аберон, который разработал Александр Ширяев и опубликовал на GitHub. Чтобы воспользоваться тем компилятором, нужно сначала установить среду Blackbox Company Builder. Данная среда разработана швейцарской компанией Аберон Микросистемс и опубликована на их сайте. В настоящее время данная среда активно поддерживается международным сообществом Blackbox Framework Center и существует также версия для операционной системы Ubuntu и Debian. Удобный пакет опубликован на сайте abironcore.ru в разделе проекты по ссылке, указанной на видео. И для установки необходимо удовлетворить следующие зависимости. Для 32-битной системы и для 64-битной системы необходимо выполнить данные команды. После установки этого пакета вы сможете запускать Blackbox либо через меню Dash, вот так выглядит среда разработки, либо через командную строку. Итак, загрузим сам компилятор Александра Ширяева на компьютер через клонирование его через терминал. Зайдем на рабочий стол, идем в команду JetClone, скопируем с сайта адрес репозитория, нажимаем Enter. Происходит загрузка исходных кодов компилятора. После загрузки мы сможем откомпилировать код компилятора и воспользоваться им для разработки нашей программы для микроконтроллера. Итак, загружено. Вот в данной директории вы видите, значит, O7 это непосредственно исходные коды компилятора, а Micro это набор модулей минимальный для поддержки простейших операций в микроконтроллерах. Example, папка с примерами, которую мы сразу объединим для удобства с основной директорией. Совместим файлы и удалим. Теперь мы хотим запустить среду разработки Blackbox Company Builder в данной директории. Я зайду через терминал, в нее это сктоп O7 и запущу Blackbox Company Builder. При этом рабочая директория по умолчанию будет та директория, из которой мы запустили данную среду разработки, что удобно для работы. Теперь откроем файл docu.quickstart и откомпилируем компилятор. Данный кружок черный называется Commander и он запускает команды, которые после него написаны. Нажмем первый командор и второй командор. Итак, компилятор откомпилирован. Откроем теперь файл с документацией к каркасу для микроконтроллера. И тоже откомпилируем под нашу конкретную архитектуру модули с адресами и простейшими операциями для микроконтроллера. Для нашей архитектуры откомпилировано. Мы видим, ошибок не возникает. Так, теперь уже в репозитории загружен простейший пример для нашего микроконтроллера, который мы сейчас откомпилируем и прошьем им микроконтроллер. Так, открываем файл. Наш процессор stm32f407vg. Нас интересует вот этот файл. Открываем его. Итак, рассмотрим, как он устроен. Оберон имеет модульную структуру исходных файлов. Данный модуль называется микро stm32f407vg.st1. Так же, как и в языке компонентный паскаль, первая часть названия – это название директории подсистемы, а вторая часть – это название модуля, в котором данная директория расположена. Затем идет секция импорта. Систем – это обращение непосредственно к регистрам контроллера. А модуль mcu – это содержит описание адресов. Значит, если мы откроем вот этот модуль микро stm32f405, то… Так, нас интересует не smb-файл, а файл с расширением odc. stm32f405, вот данный файл. Здесь расположены, согласно руководству пользователя, адреса переменных для данного микроконтроллера. Теперь объявление констант и процедуры, которые будут откомпилированы. В данном случае состоит данный модуль всего из двух процедур. Это инициализация светодиода, подключенного к пину D12. И процедура sleep, которая заставляет микроконтроллера выполнять рутинную операцию по заданное количество раз в аргументе x, что обеспечивает выверенную паузу между операциями изменения состояния светодиода. Вот, секция Begin в конце модуля запускается, когда мы нажимаем кнопку Reset на микроконтроллере. Что происходит? Вначале происходит инициализация, которая заключается в следующем. Мы должны, во-первых, вначале инициализировать системный таймер для данного пина, да, и затем сконфигурировать его как General Purpose In-Out. Это подробно описано в документации к микроконтроллеру, как это сделать. Для этого необходимо по адресу регистра JPOD, например, Modern, записать следующие пины. То есть, если у нас пин D12 нас интересует, то мы находим здесь пин D12. Так, да, вот 12, и мы должны по адресу 24, 25, 12 на 2, 24, 12 на 2, плюс 1, до 25, записать следующую информацию. 0, 1, да, соответственно, мы единичку записываем по 24 адресу, вот, и нолик отнимаем, мы записываем по 25. Вот такая операция с битами, подробно описана, есть на берем core материал, работаю с типом set, приведен в ссылке к описанию к видео, и вы можете более подробно узнать о данном приеме оперирования с битами регистров. Ну и затем, после инициализации, вызывается цикл бесконечный, который вызывает поочередно вначале засыпания, в процедуру паузы, ну и затем смену, когда мы опускаем, поднимаем напряжение на пине, подключенном к зеленому светодиоду. Давайте откомпилируем данную программу и загрузим в микроконтроллер. Для компиляции можно воспользоваться либо вот данным командором, где собака slash s означает данный модуль, либо через меню O7, ARM, V7M, Compile, горячая клавиша, Ctrl F9. Теперь, после того, как он откомпилирован, ошибок не было, мы должны его собрать, для сборки данного микроконтроллера. Мы должны указать модель, ну и затем сам код. Так, нажмем на данный командор. Так, файл не найден. Так, теперь мы... А, ну да, то есть мы не нажали никуда, вот сюда нужно нажимать, да. Теперь у нас есть hex и bin файлы для загрузки в контроллер. Они расположены, значит, здесь микрофайл, так, stm32, f407 bin, f407 hex. Чтобы загрузить данные файлы в микроконтроллер, нам потребуется специальная утилита для загрузки. Она называется, так, stm32 flash. Значит, чтобы использовать прошивку через UART интерфейс, существуют недорогие переходники USB UART, и мы должны подключить нашу плату stm с микроконтроллером stm32, f4, f407 ag, к данному переходнику. Делаем мы это следующим образом, да, то есть соединяем земли, так, земля, затем rx, tx и 3 вольта. Так, сейчас я сделаю это полохчей сразу. Так, теперь серый порт, это земля. Здесь мы смотрим внимательно маркировку. И я подключать буду с обратной стороны, вот, внимательно следя за тем, куда подключаю. Теперь зеленый у нас, это 3,3 вольта. Вот здесь вот, третий с краю. Пин, вот. А подключать нужно зеркально, то есть rx подключать к tx, а tx к rx. Вот в документации написано, что pb10, это у нас uart3tx, следовательно, мы должны подключить к нему rx порт. А pb11 это rx, соответственно, к нему необходимо подключить проводок txd из usb уарт переходника. Таким образом у нас голубой, это у нас txd, подключим его к 11 пину. pb11. А сиреневый rxd мы должны подключить к pb10. Чтобы плата пришла в режим загрузки программы, необходимо соединить пин boot 0 с 3 вольтами. Так, используем для этого также шнурок. И теперь мы готовы, чтобы подключить плату в компьютер. Так, втыкаю usb uart переходник. Что мы видим? На плате загорелись светодиоды. Нажмем кнопку reset. И сможем теперь проверить, видит ли компьютер нашу плату. Когда мы воткнули usb-арт переходник, в системе появился виртуальный ком-порт. И мы теперь можем обратиться dev.tti.usb0. Данная команда выводит информацию о нашей плате, где действительно соответствует документации. 1024 кб у нас доступна для прошивки. И чтобы прошить нашу программу, мы должны зайти на desktop, o7, micro, files и выполнить следующую команду, которая указана вот здесь в справке. То есть мы должны... Скопируем данный код и заменим на файл. Это наше имя файла. Я стояла в 407, 407, тест 1, hex. И у нас порт usb-арт. Запускаем. Программа прошивки стирает память в нашей плате и прошивает программу, которую мы сделали. Что мы наблюдаем? Начал мигать светодиод, подключенный на плате к 12-му пину. К пину D12. Так, более крупно. В этом видео мы разобрались, как прошить микроконтроллер STM32F407AG программой на языке Oberon, которую мы откомпилировали с помощью компилятора O7 в среде в Linux-версии среды Blackbox Companion Builder и загрузили с помощью программы STM32Flash в наш микроконтроллер через переходник USB-UART. В следующем видео мы разберем, как управлять нашей электронной платой, напишем программу для микроконтроллера и для ПК, чтобы отправлять ей простые команды и регулировать частоту мерцания светодиодов. Продолжение следует...